Приветствую вас на очередном уроке для спонсоров, для менеджеров. В этом уроке я расскажу о модерировании, о проверке домашних заданий. Тренинг-центр создается так, чтобы вы могли работать со своими людьми. То есть, кого вы пригласили в тренинг-центр, желательно проверять их домашние задания самостоятельно. И в этом уроке я как раз покажу, как это делается. И немножко расскажу о некоторой кухне, которая скрыта от вас, но однозначно пригодится, если вы создавать будете свои обучающие уроки. Я вам расскажу о настройках курса. При создании курса автор может установить, как проходится этот курс, придумывать его название и так далее. Если мы нажмем на кнопочку «Редактировать», а эта кнопочка доступна только у человека, который является автором, я сейчас работаю из кабинета Ольги Васильевны, у меня эта кнопочка есть. У вас этой кнопочки не будет, эта кнопочка появится только в том случае, если вы создадите свой собственный курс. Возможность создавать свои курсы появляется только на тарифе «Директор». Тариф 499 рублей в месяц. Нажимая на кнопочку «Редактировать», я вижу название этого курса. Если я допустил ошибку, здесь можно исправить. Я вижу описание этого курса. Затем, как этот курс люди могут проходить. Если я поставлю галочку «Свободный режим прохождения», то уроки этого курса можно будет просматривать в любом порядке. Если я хочу, чтобы люди проходили курс от первого урока до последнего пошагового, ничего не пропуская, эта галочка убирается. И можно включать, а можно выключать. Я чаще всего сейчас это выключаю. Автоматически разрешать людям, которые прошли этот курс до конца, модерирование, то есть проверку домашних заданий. Этот пункт отключен в настройках всех наших курсов. Для чего? Чтобы право проверять домашние задания было только у Ольги Васильевны, и сейчас эти права мы передаем вам, как спонсорам, чтобы вы могли проверять своих людей. Как передать права модерирования, я тоже сейчас покажу. В разделе «Доступ» вы можете поставить, кто может пользоваться этим курсом. Если выбрать «Отключено», то никто не может пользоваться этим курсом. У нас выбрано для всех в открытой части, а в закрытой части у нас доступ по паролю. Как работает доступ по ссылке и вручную, не могу вам честно сказать, я пока с этим еще не разбирался. Вот настройки сделаны. Если что-то изменили в настройках курса, нажимаем на кнопочку «Сохранить». Теперь перехожу в раздел «Модерирование». Именно здесь, на закладке «Домашнее задание» я вижу, кто сделал домашнее задание, кто ожидает проверки домашнего задания. На страничке «Успеваемость» я могу посмотреть, как проходится курс, какое количество людей на каком этапе прохождения курса находится. Раздел «Менеджеры» пока не рассматриваем. Черный список позволяет какого-то ученика заблокировать. Он не будет иметь возможности получать доступ к этому курсу. А на страничке «Ученики» мы как раз и видим всех людей, которые прошли этот курс или проходят. Причем столбец «Изучено» показывает, какое количество уроков в процентном отношении человек из этого курса прошел. И любому человеку, у кого процент изученности курса 100, можно, нажав на кнопочку «Настроить», разрешить модерацию этого курса или запретить. То есть вам необходимо либо вручную, либо, если вы точно знаете фамилию человека, кому вы хотите дать права моделирования, вбить фамилию этого человека в поле поиска, нажать «Искать». Вот найден нужный вам человек. Нажимаем «Настроить» и включаем модерацию. Нажимаем «Сохранить». Болгова Татьяна Митрофановна может проверять задание по курсу «Как пользоваться тренинг-центром». Как технически это происходит? Как только кто-то из учеников проходит курс, нажимает на «Перейти к выполнению домашнего задания», пишет ответ на домашнее задание, «Причем в настройках курса есть ограничения по количеству символов, которые сервис проверяет в ответе ученика. Если этих символов меньше, чем вы указали в настройках, то при нажатии на кнопку «Отправить на проверку» сервис выдает сообщение, что минимальное количество символов в ответе на этот урок 100. поэтому ученику требуется сделать более развернутый ответ. Количество символов в ответе абсолютно легко настраивается, я тоже это сейчас вам покажу. Нажимаю «Отправить на проверку». Домашнее задание отправляется на проверку. Ученик у себя видит статус этого урока на проверке. Вы, войдя в личный кабинет, видите, что по курсу, в котором вы являетесь модератором, появилось еще одно задание на проверку, подсвечивается красным цветом. Вы нажимаете на «Модерирование». Видите, кто ожидает проверку. В синем поле указано, какое количество времени человек ждет проверки этого домашнего задания. Вы щелкаете по ученику домашку, которого необходимо проверить. Читаете его осмысленный ответ. И, например, считаете, что человек ответил на домашку неверно. В поле «Комментарии» или «Результат модерирования» вы пишете этому человеку «Исправьте, пожалуйста, то-то и то-то». Как вы это будете писать? Развернуто, не развернуто? Лучше, конечно, наговаривать голосом. И в отдельном уроке я покажу, как можно в это поле вставлять голосовые сообщения. К сожалению, тут очень простой редактор. Можно будет вставлять только ссылку с записанным голосом. Но в отдельном уроке, надеюсь, покажу, как это можно делать. Потому что лучше, конечно, с людьми общаться голосом. Это им всегда приятнее. Далее выбираю «Не зачтено» и нажимаю на кнопку «Отправить». Вы видите у себя в списке домашних заданий, что это задание не зачтено. Что видит у себя ученик? Обновляю страничку. Ученик видит, что домашка у него отклонена. Его действия. Он опять же нажимает на название урока. Опять же нажимает, перейти к выполнению домашнего задания. Читает, что ему написал модератор. Вот это осмысленное сообщение. Человек исправляет свое домашнее задание. Нажимает «Отправить на проверку». Опять же, если он написал меньшее количество символов, которые указаны в настройках домашнего задания, ему просят сделать более расширенный ответ. Нажимаю «Отправить на проверку». Задание уходит на проверку. Вернуться в списку курсов. Возвращаюсь. Задание у меня на проверке. Обновляю страничку в личном кабинете модератора. И вижу, что опять же кто-то ждет проверки. Тут уже несколько человек ждут. Сейчас буду проверять. Выбираю «Модерирование». Опять же, выбираю ученика. Либо щелкаю по названию урока. Тут абсолютно не важно. Либо можете щелкать на «Проверить». Абсолютно не важно. Если нажмете на анкету, увидите человека, которого вы проверяете. Его контактные данные. Все ли он заполнил. Тоже можно ему об этом написать, если он что-то не заполнил. Открываем урок. Смотрим решение ученика на ваше решение. Вот такое осмысленное. Пишем ему «Молодец» или «Не молодец». И отмечаем, что задание зачтено. Ставлю «Зачтено». Опять же, нажимаю на кнопочку «Отправить». Вообще-то, в настройках сервиса для проверки устанавливается время. Его можно, конечно, сбрасывать. Если честно сказать, пока не совсем понимаю, для чего вот это нужно было сделать. Но, может быть, для того, чтобы подстегивать проверяющих, более активно проверять или быстрее проверять домашки учеников. Нажимаю кнопочку «Отправить». Все зачтено. Любое, конечно, из проверенных домашних заданий вы можете также открыть, посмотреть, что написал человек. Вот, можете ему что-то еще написать и тоже написать, отправить. И сейчас я вам покажу, где происходят настройки по количеству символов и дополнительные настройки по редактированию урока. В режиме «Редактирование» мы редактируем настройки всего курса. А если я выбираю список уроков, выбираю конкретный урок, у меня, как у автора курса, есть такая кнопочка «Редактировать урок». Я выбираю «Редактировать урок». Здесь я могу исправить, опять же, ошибки, что-то дописать, подписать. Поэтому я жду обратную связь. И если что-то я пропустил, я вношу изменения легко и просто в режиме «Редактирование урока». Перехожу в «Домашнее задание». И вот тут как раз делаются настройки по «Домашнему заданию». То есть можно его отключить, если не хотите, чтобы оно было для урока. Можно прописать текст «Домашнего задания». Можно прописать комментарий для модератора. То есть это будет видеть только человек, который проверяет «Домашнее задание». То есть, например, на что ему нужно обратить внимание. Еще раз повторюсь, проверять «Домашнее задание» может любой человек, не автор курса, если вы ему передали право. И поэтому, чтобы ему было понятно, на что нужно обратить внимание, вот все это можно прописать в поле для модератора. А вот как раз та настройка, о которой я говорил. Минимальное количество символов. Вот его можно легко менять. Можно поставить, например, 90 или 80. Можно выбрать режим проверки «Домашнего задания». Сейчас стоит модерирование, то есть ручная проверка. Можно сделать автоматически, можно сделать автоматически через заданное время. Через 20 минут задание в любом случае будет автоматически зачтено. По ключевым словам автоматически. То есть сервис будет искать в ответе ученика какие-то заданные ключевые слова. Если он их там находит, то опять же оно будет автоматически зачтено. Вот такие настроечки можно легко делать по желанию, но, опять же, только в том случае, если вы сами создали этот курс или этот урок. Благодарю вас, успехов. Если будут вопросы, пишите их в поле «Домашнее задание».